Добрый день. Александр Александрович, привет. Большое спасибо, что вы остаетесь стойким человеком, приверженным своим идеям. Я помню хорошо наши встречи, наши разговоры. Скажу откровенно, тогда в политике много было разных людей, но я надеялся, что вы не затеряетесь. Здесь спектр мнений был широкий, вы помните, это не хуже меня. И я очень рад, что мы с вами встречаемся благодаря тому, что вы сохранили мужество и стойкость, не растеряли свои убеждения в той непростой ситуации, которая складывается вокруг нас, вокруг Украины, Беларуси. Что касается наших взаимоотношений, я думаю, нет смысла тут рассказывать вам об этих отношениях. Нет смысла анализировать их с точки зрения, кто прав, кто виноват. Все вы прекрасно, как опытный и мудрый человек понимаете, понимаете, что происходит. Но еще раз хочу публично сказать вам, что мы к обострению наших отношений практически не имеем никаких отношений. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи, это от Бога. И все этим сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей. Спасибо. А в доказательстве то, что вы говорите, это около 200 тысяч украинцев, которые прописались и живут теперь в Беларуси. Я много отвечал на эти вопросы в Украине, потому что я беседовал со своими земляками. И, ну что сказать, я вот в последнее время, в течение четырех месяцев второй раз в Беларуси, то, что я вижу, это не с чем сравнивать. Потому что есть ощущение, что государство развивается и развивается успешно. Я находился в больнице, написал книгу, которая называется «В червоном увиделами», в красном отделении. Где я в одном главе пишу, как вывод, в красном отделении сегодня вся Украина. Но здесь очень важно, какая болезнь, какой диагноз, какой протокол лечения и все прочее. Так вот, к сожалению, я об этом откровенно говорю, и на месте, и на редких встречах с нашими журналистами, потому что им, я понимаю, сегодня это не положено делать, я говорю, главный диагноз – это безгосударственность. Это зависимость от внешнего управления, с чем нельзя спириться. Александр Александрович, я просто добавлю к тому, что вы сказали. Свидетельством тому является нынешняя ситуация, которая складывается. Я уже смотрю, политики ваши начинают отбрыкиваться от общей линии Запада. Понимаете, я это точно знаю, что нужно сегодня здесь, Западу. Здесь надо развязать конфликт. Они же, вы знаете, умеют чужими руками, а еще лучше повоевать чужими руками, чужими людьми. Да пусть гибнут там украинцы, русские, белорусы, пусть гибнут. Это далеко. Сейчас гвалт. А, война, война. Послушайте, но если бы планировали какую-то войну против Украины, совершенно по-другому бы вели средства массовой информации из себя. Потому что СМИ – это подготовка. Это арт-подготовка современной войны. Совершенно по-другому вели. И как только утихают на мгновение вот эти крики о войне в Украине, с Америки опять идет сигнал, и она начинается, эта истерия подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война. Сейчас вокруг наших учений. Слушайте, до этой истерики мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами, эти учения, для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине. Вот этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. И оттуда идет приток этих уже диверсантов, откровенно говоря. Поэтому нам надо как-то проводить в порядок границу. И при этом мы должны сохранить с украинцами приграничье хотя бы добрые отношения. Не мешать им грибы собирать, ягоды, как это было раньше, приходить к нам, уходить и так далее. Непростой вопрос. Поэтому мной было принято решение, мы проведем учения и в результате этих учений определимся, на каких направлениях нам надо держать какие-то вооруженные силы. Потом встретились с Путиным, говорю, слушай, давай проведем совместное учение. Все-таки ПВО общее, много общего. Центры мы создали, учебные центры для того, чтобы мы обучились современному оружию. Россия пошла на это, дала нам оружие, С-400, Искандеры и прочую современную технику, чтобы мы могли ее изучать. Он согласился, говорит, хорошо, мы подключимся. Подключились. Так чего кричат, что мы тут против Украины что-то создаем? То есть совершенно иной фонд. Сегодня гвалтом кричат. Когда вы видите войска? Слушайте, это наше дело с Путиным. Вот мы в ближайшее время встретимся и примем решение вместе с президентом России, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда вооруженные силы Российской Федерации. Это наше дело. Тем более, посмотрите, что творят американцы. Они перебрасывают тысячами к нашей границе непосредственно в Польшу, Прибалтику. Британцы и другие европейские страны перебрасывают вооруженные силы. Встает резонный вопрос. Вы когда их выведете отсюда? Они об этом не говорят. А давят на нас. Выведем тогда, Александр Александрович, когда мы решим с президентом России это сделать, и когда закончится здесь учение. Это мы будем принимать решение. Это наша территория. А это брехня по поводу того, что вот тут Лукашенко готов напасть на Украину. Слушайте, мне это никогда не нужно было. Не надо и сейчас. Но то, что творят власти, ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается. Уму не поддается. Для информации. Сейчас начали душить нашу калийную кампанию. Украинцы обращаются к американцам. Типа, помогите нам заместить белорусский экспорт. То есть, наше калийное удобрение нет. Не нужны, хотя это самое лучшее по качеству. Это за забором. Понимаете, через границу перевезли. Пожалуйста, высевайте. Это надо сегодня. Для того, чтобы произвести хлеба. Для того, чтобы получить зерно. И продать Украину. Это житница. К американцам. Американцы дают ответ. Нет. Мы не можем. И они же сами в Канаде в основном закупают. То же самое. Через границу. Это надо в Америку обращаться. Закупить. А представьте, какая цена. Добыть. Переработать. Отвезти ЖД транспортом. В портах погрузить. Сюда за тысячи километров. Приплывут сюда. Здесь опять перевалка. Опять железнодорожный транспорт. Пока довезут до крестьян. Ну, на порядок дороже будет. Зачем вы это делаете? Про такой ситуации. Зачем? В то же время, когда они ко мне обращаются. Кризисная была ситуация несколько недель назад. Я же себя так не повел. Мы же поставили электроэнергии. Почему так происходит? Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелета наших самолетов? Ну, облетим мы. А если мы с Россией договоримся? И Россия закроет вылет самолетов с Украины. И украинских, и других. И поставит точки входа в Россию через Беларусь. Что будет делать? Понимаете, вот безмозглость. Ну, ладно, там литовцы. У них давно мозгов нет у властей Литвы. Но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать? Вы же знаете, я бегал между руководителями России и вашими, Петром Порошенко, чтобы урегулировать этот конфликт. И мы договорились о многом. И Порошенко согласился. Но потом команда последовала из-за океана. Нет, и он отошел. Уже в Донбассе не было войны. Путин пообещал деньги. Восстановить Донбасс. Люди бы спокойно жили. Нет. Это что за политика? Ну, вы же сам прекрасно понимаете, что политика не Украина. Это исполнение. Об этом и речь. Продолжение следует... Продолжение следует...